Время СССР Во времена СССР зародилась такая поговорка «Курица не птица, Болгария не заграница». Так говорили потому, что тогда в дружественной Болгарии царил социализм. Но те времена давно позади, а сама Болгария с 2007 года является полноценным членом Европейского Союза. Сегодня мы с вами посмотрим, чем сейчас живет эта страна и стала ли она заграницей. Итак, что мы знаем о Болгарии? Это южнославянская страна, расположенная на западном берегу Черного моря. А 80% ее площади занимает территория бывшей Великой Фракии. На севере Болгария ограничится с Румынией, на западе – с Сербией и Северной Македонией, на юге – с Грецией, а на юго-востоке – с Турцией. Такое соседство обуславливает интересный симбиоз великих культур и всю богатейшую гамму исторических событий, происходивших на территории современной Болгарии. Фракийская низменность, растянувшаяся от Пловдева до границы с современными Турцией и Грецией, была ареной жесточайших сражений, крупных торговых маршрутов и стала одним из центров пересечения цивилизаций. Здесь и по сей день совершаются удивительные исторические открытия, ведутся раскопки и археологические работы. Своё путешествие по Болгарии мы начинаем со столицы страны – Софии. Существует свидетельство, что ещё в 29 году до нашей эры на этом месте находился фракийский город Сердико, который позже был захвачен римлянами. В 9 веке, уже во времена Дунайской Булгарии, город был присоединён войсками хана Крума и переименован в Средиц. Лишь с приходом Византийской империи город получил своё современное название – София. Город расположен у подножья потухшего вулкана Виттыша. Именно поэтому здесь много подземных горячих вод. Современная София – это сочетание нескольких видов архитектуры. Здесь можно встретить и типичные европейские здания во французском или австрийском стиле, наравне с постройками периода социализма. Главный собор Софии назван в честь святого Александра Невского и является одним из самых больших соборов на Балканах. Он был возведён в знак признательности болгарского народа двумстам тысячам русских солдат, погибших во время русско-турецкой войны. Это величественное сооружение представляет собой базилику с элементами византийского и восточного стилей. Приятно глазу и сама площадь, окружающая храм, где находится могила неизбестного солдата с вечным огнём и базар под открытым небом. Ещё один знаковый объект Софии – это Народный театр имени Ивана Вазова, основанный в 1904 году. Здание театра построено в стиле немецкого классицизма. Зрительный зал состоит из двух ярусов и рассчитан на 850 мест. Неподалёку от театра – здание Народного собрания Болгарии. На его фронтоне девиз «Соединение – залог силы», который составляет ключевой элемент национального герба Республики Болгарии. Примечательно, что прямо напротив здания собрания – памятник русскому царю Александру II, установленный в 1905 году в качестве благодарности за освобождение Болгарии от усманского владычества. В центре города расположен Софийский университет имени Святого Климента Охридского. Это старейшее высшеучебное заведение страны, которое было основано в конце 19 века. Само здание университета было построено чуть позже на средства братьев Эвлоги и Христо Георгиевых, статуи которых установлены по сторонам парадного входа. В Болгарии одна из первых начала писать на кириллице. И, собственно, позади меня находится памятник Кириллу и Мефодию, основателем кириллицы, и одноименная народная библиотека. Болгария достаточно религиозная страна. Пережив несколько веков под Османской империей, болгары сохранили христианство. А количество православных церквей на один квадратный километр поражает воображение. Некоторым храмам более 1 тысячи лет. Так, в самом центре Софии расположен подземный пещерный храм Святой Петки Самарджийской, датируемый XI веком. Самая оживленная улица столицы – пешеходный бульвар Витоша. Это крупнейшая торговая улица, на которой находятся многочисленные магазины, банки, кафе и бары. Жизнь здесь кипит и днем, и ночью. Если двигаться вверх по бульвару, то вы непременно попадете к современному парку с фонтанами, в котором расположен Национальный дворец культуры. Построенный еще и при социализме, он претерпел несколько реставраций и служит для проведения массовых мероприятий. Уже в наши дни был отреставрирован и сам прилегающий Гандека-парк. Оставила в культуре Болгарии свой след и Османская империя. В самом центре Софии можно встретить старинную действующую мечеть – баня Баши. Минарет мечети и ее солидный по размеру купол видны издалека. Мечеть, где и сегодня совершают молитвы мусульмане, – один из немногих уцелевших памятников Османской эпохи. Свое название мечеть, построенная в 16 веке, получила от названия турецких бань, располагавшихся по соседству. Здесь и по сей день есть источники с горячей термальной водой. София, в прошлом городе Сердико, основана на горячих термальных источниках. Эта термальная вода появилась благодаря вулкану Питаши. И, кстати, вода именно благодаря этому вулкану идет очень теплая. Недалеко от нее находится Центральная Синагога – одна из самых больших на Валканах. Вообще, София, на удивление, оказалась уютным и удобным городом для туризма. И пусть здесь не так много музеев с шедеврами художественного искусства, тем не менее, с точки зрения археологии и истории, это один из самых богатых городов в Юго-Восточной Европе. Прогулявшись по улочкам Софии, нужно обязательно посетить вулкан Виташа, у подножья которого и расположена болгарская столица. Дорога туда займет не более получаса. По пути вы встретите интересный природный объект – каменную речку. А сейчас мы находимся в природном заповеднике Златни-Мостове, где находится знаменитая каменная речка, которая образовалась вследствие извержения вулкана Виташа. И, собственно, как она образовалась? Вулкан извергался и выбрасывал огромные бумажники, которые образовали устье реки, горной реки, которая усыпана такими валунами. Очень красиво. Попасть к реке можно на автомобиле или пешком. На Виташи расположен один из районов города – Драголевцы, где находится самая древняя церковь – Баяна. Строительство храма началось еще в X веке. Особую ценность представляют росписи XIII века, которые хорошо сохранились на стенах Баянской церкви. Храм включен в список памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Муянская церковь – это первый храм на территории Софии и Болгарии в целом. Он был построен еще в XI веке. И сначала была построена маленькая церковь, в которой далее был пристроен храм. Наступило время обеда, а значит пора попробовать болгарскую кухню. Для этого мы направимся в один из самых известных столичных ресторанов – ВДНИЦАТА, что дословно переводится как МЕЛЬНИЦА. Интерьер ресторана выполнен в традиционном болгарском стиле. По болгарской традиции в ресторане всегда играет национальная музыка, а все официанты одеты в национальную одежду. Блюда подаются в глиняной посуде. Близость к восточным цивилизациям оказала большое влияние и на кухню Болгарии. Здесь можно встретить много блюд греческой, турецкой и славянской кухонь. Например, фасолевый суп здесь называют по-турецки БОПЧОРБА, а котлеты – КЮФТЕ. Сорму здесь делают, как и в Греции, без мяса. Самое время знакомиться с традиционной болгарской едой. Ну что же, начнем. Начнем с салата шопского. Традиционный сыр. И сорми из лозов лист. Мы его знаем как сорма. Вообще, болгарская кухня – одна из самых полезных и здоровых. Здесь не любят употреблять много жиров, при этом используют много натуральных кисломолочных продуктов и полезных пряностей. Отдельная гордость – это вино. В Болгарии идеальные условия для виноделия. Но самое приятное во всем, что касается еды в Болгарии – это ее цена. Вкусно и плотно покушать в хорошем ресторане можно на 10-15 долларов. Насладившись столицей, мы решили продолжить знакомство с Болгарией и направились в один из старейших городов – Лобби. По дороге нас ждут красивые ландшафты, виноградники и горные пейзажи. Стоит отметить, что за последние годы в Болгарии улучшилось качество дорог. Сейчас в стране несколько скоростных магистралей с режимом до 140 км в час. Два часа пути и вот мы уже в центре Болгарии – в городе Пловдив. Он раскинулся на холмах в 20 км к северу от Родомских гор. Здесь мы встретили множество археологических памятников. Среди них римский форум, древний стадион, множество храмов, театр, термальные бани и акрополи. Античный театр на 3000 мест, построенный во II веке н.э. императором Марком Аврелием, хорошо сохранился и в наши дни продолжает выполнять свои функции. Здесь часто проводят культурные мероприятия под открытым небом. Архитектуру так называемого Старого Пловдива относят к XIX веку. Красивые дома переоборудованы в музеи, картины и галереи и рестораны. Здесь также находятся студии художников и резчиков по дереву. Сегодня Пловдив – архитектурный музей под открытым небом. Гуляя по извилистым улицам старой части города, можно увидеть дома с причудливыми фасадами, множеством зелени и цветов, фруктовыми деревьями и кустарниками. В центральной части Старого Пловдива находятся крепостные стены древнего города Филиппополя. Со времени Османской империи в Пловдиве сохранились мечети Имарет и Джумайя, построенные в XV веке, а также одна из старейших в Европе – Часовая башня. В городе Пловдив расположена мечеть, которая была построена в XIV веке после захвата Пловдива Османской армии. Прогулка по Пловдиву порадовала тем, насколько государство заботливо восстановило исторический образ этого города. Здесь сложно встретить исторические здания в обветшавшем состоянии. Город отлично подходит для посещения на один-два дня. В окрестностях Пловдива расположено одно из самых культовых мест в Болгарии – Бачковский монастырь. Бачковский монастырь – второй по величине мужской монастырь Болгарской православной церкви, основанный в далеком XI веке. Этот мужской монастырь прославился тем, что сочетает в себе традиции сразу нескольких культур – болгарской, грузинской и византийской. Эта достопримечательность нравится туристам из-за особой волнующей атмосферы, присущей историческим местам. Это подходящее место для душевного отдыха. Сам монастырь был основан грузинскими монахами в XI веке. На его территории находится Успенский собор, возведенный в XVII веке, а также храм святых архангелов XIII века, расписанный знаменитым болгарским художником Захарием Заграфом. Также на территории Бачковского монастыря есть старая трапезная, расписанная изображениями меценатов обителей и видами этой достопримечательности. Утолив духовный голод, мы направились к старой крепости, что располагается по соседству в поселке Асиновград. В Радобских горах Болгарии, близ Асиновграда, находится одноименная крепость. Крепость известна тем, что она была основана в III веке н.э. хракийскими правителями для предотвращения проникновения славянских племен. Асиновая крепость дает ясное представление о средневековом оборонительном искусстве, позволяя каждому побывавшему здесь почувствовать атмосферу давно прошедших времен. Болгария Отдельный день путешественнику стоит выделить для поездки в Южную Болгарию, к самой границе с Грецией. Здесь не меньше природных и исторических памятников, имеющих важное культурное значение. Первая наша остановка – Рильский мужской монастырь. Это главная святыня Болгарии. Это Рильский мужской монастырь, который основан в X веке н.э. и находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. И он является самым большим в Болгарии. Расположен он в горной гряде Рила, примерно в 120 километрах от Софии. Этот монастырь отчитывает свою историю с X века, а его основателем считает святого Иоанна Рильского. Принято считать, что этот святой поселился в одной из пещер, а его ученики и последователи заложили здесь основу монастыря – величественный пятикупольный храм Рождества Богородицы. Интерьер храма украшают богатая роспись и резные иконостасы. Настенная роспись монастыря описывает основные библейские события. Также в храме можно встретить несколько чудотворных икон. А особую атмосферу здесь создают нетронутая природа и горные ручьи, стекающие прямо с гор. Но Болгария известна не только своими монастырями и античными постройками. В истории этой страны были также и свои известные предсказатели. Одна из них – Ванга, чьи пророчества обсуждают и по сей день. Поэтому, посетив Рильский монастырь, мы направимся к границе с Грецией, в город Петрич, где проживала известная предсказательница. Болгария на весь мир известна своей пророчицей Вангой, в чем комплексе мы сейчас и находимся. Здесь, в этом комплексе, есть церковь, могила и дом, в котором она жила. Любой посетитель может зайти в ее домик, посмотреть, как жила и работала известная предсказательница. Также на территории комплекса расположен пруд с горячей термальной водой. Буквально в 20 километрах от Петрича есть еще одно интересное место – старый винодельческий город Мелник, известный своими ароматными розовыми и белыми винами. Болгария является крупным производителем вина в Европе, и одним из главных винных регионов страны является регион в районе города Мелник, где мы сейчас находимся. Это недалеко от Греции. Здесь можно попробовать виноградный напиток автохтонных сортов, которые встречаются только в этой местности. И, конечно же, здесь своя региональная кухня, которая по своему духу уже ближе к Греции. Ну что ж, продолжаем знакомиться с болгарской кухней. Теперь на юге Болгарии. Итак, суп, который называется Боб Чорбан. Он бобовый. Далее чушки бюрек. Это запеченный перец с сыром. И кьёпулу. Очень вкусная закуска. Посетив Болгарию, абсолютно уверенно делаешь вывод, что страна сильно недооценена, а её туристический и промышленный потенциал имеет все шансы на уверенное и успешное развитие. Страна действительно уникальна. Здесь своя славянская культура, вобравшая в себя оттенки византийской и османской цивилизаций. Здесь остатки социализма мирно уживаются со стремительной евроинтеграцией и сменой политического мировоззрения. Но тем не менее традиции, существовавшие здесь веками, не подвластны времени и сменяющимся системам. А вера и дух народа крепки и незыблемы. Стоит хотя бы раз посетить Болгарию и увидеть это всё своими глазами. И почувствовать всю многогранность и уникальность этой страны. Субтитры подогнал «Симон»